Как создать крепкую семью и как воспитывать детей? Пожалуй, универсального ответа на этот вопрос не найдешь ни в одном учебнике. Каждая семья создает свою судьбу и свою летопись. Уткина из Батревского района запишут в нее победу во всероссийском конкурсе «Семья года». Наша съемочная группа выехала в деревню Чувашские Ишаки, чтобы узнать, как родителям удается воспитывать 12 детей. В Батревском районе Уткиных знают как очень большую, очень дружную и очень работящую семью. Мама, школьный учитель и папа-фермер воспитывают детей так, чтобы все они чувствовали ответственность и всегда помогали друг другу. А дел в деревне хватает. Мы все сами делаем. И погреб у нас полный всегда к зиме. Даже у нас свои пчелы. А когда мы салаты заготавливаем, у нас весь народ работает. Кто-то лук очищает, кто-то ябыки моет. У каждого свое дело есть. И там же у нас распределенное дежурство. Например, дежурный по дому у нас протирает полы, моет посуду, со стола убирает. А дежурный по хозяйству убирает навоз, само собой и кормит скотину. Это очень большой плюс. Ну и естественно, еда на столе. Ну пусть ребята приучаются к труду, потому что каждый из детей должен знать, что хлеб на стол приходит только через труд. Трое родных и девять приемных старшей дочери уже обзавелись собственными семьями. Так получилось, что приемные дети в семье Каролины и Анатолия – мальчики. Взять их в семью Уткина решили 10 лет назад. Двое появились, значит, Андрей и Коля. На следующий год у Коли нашелся брат. Сейчас ему, конечно, уже 16, этого мальчика. Шестилетний мальчик был Андрей. И, кстати, у нас два Андрея появилось. Один Андрей. Одного Андрея им назвали. Один был семилетний, другой был шестилетний. По старшему назвали Андреем большим, а поменьше – младшим Андреем. Как-то его кто-то прозвал Мелким, потому что маленький был. И вот теперь прозвище прилепилось к нему. Все называют Андрей Мелкий. Это и смертное, и не грею. Это безобидное прозвище, кстати. Вот теперь у нас появилось. И теперь у нас семья как-то разросла, скажем так. У нас теперь девять детей в приемах стало. Но это ничего. Мы привыкли к шумной жизни. Каролина Анатольевна рассказывает, что без трудностей не бывает. Но все преодолимо, если в семье есть мир и согласие. Приемные родители считают, что мальчики обязательно должны общаться с родными. Не забывать свои корни. Каждый из детей мечтает с кем-то стать. Геннадзе хочет стать сварщиком. Но себе трудновато будет, потому что у него зрение чуть плохое. Этот хочет стать автомехаником. А он пойдет по стопам отца своего родного. Кстати, у нас родственники. Мы вот взаимосвязаны с родственниками. Родители приезжают, они толковые. У нас вообще взаимоотличное. Победа во всероссийском конкурсе стала приятным сюрпризом. Ведь многодетных семей в стране много. Но самые лучшие из них признали наших уткиных. В Москве мальчики были впервые рассказывать, что понравилось все. Экскурсии по столице, прогулки и даже поездки в метро. Но с радостью вернулись домой, потому что мечты о будущем они связывают со своей малой родиной. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Расиль Мухаммедов, Республика.